Глубоко уважаемый Лев Вадимович, Светлана Анатольевна, спасибо большое за предоставленную возможность. Я в рамках данного симпозиума представлю наш опыт в рамках клинического исследования КОБРИМ, исследования третьей фазы, о котором сегодня говорила подробно Светлана Анатольевна. Если вы захотите послушать клинические примеры из рутинной клинической практики, то вы можете приходить на завтрашний симпозиум, который будет посвящен лечению данной категории пациентов. Одна из наших пациенток, женщина, 1952 года рождения, из сопутствующих заболеваний хронический пиелонефрит, впервые меланома кожи спины была хирургически иссечена в мае 2013 года. На тот момент у нее была 2-я стадия. Более 10 мм первичная опухоль с изъязвлением. Далее пациентка получала адювантную иммунотерапию, и в сентябре 2013 года у нее выявилось прогрессирование заболевания в виде метастазов в печень, в подмышечные лимфатические узлы и забрюшинные лимфоузлы. Она обратилась с этими данными в онкологический центр, и у нас в тот момент проходило клиническое исследование КОБРИМ, которое было предложено пациентке. При дообследовании, которое мы стандартно выполняем нашим пациентам с впервые выявленной диссиминированной меланомой, это МРТ головного мозга с контрастом, компьютерная томография органов грудной, брюшной, полости и малого таза с внутривенным контрастированием, а также ультразвуковое исследование и анализы крови, включая определение уровня ЛДГ. У данной пациентки была выявлена БРАФ В600Е мутация, и уровень ЛДГ у нее был в норме. Тем не менее, стадия у нее М1С, которая относится к одним из наиболее неблагоприятных из всех четвертых стадий болезни. Далее пациентка была включена в исследование КОБРИМ, у нее не было противопоказаний, и была начата терапия, комбинированная терапия ВЕМУРАФИНИБАМ и КОБИМЕТИНИБАМ. На момент сентября 2013 года мы пока еще не знали, что это была комбинированная терапия, и мы об этом узнали недавно. Мы догадывались по побочным эффектам, но тем не менее информацию о том, что она действительно получала не плацебо, а препарат, мы получили совсем недавно. Вот мы видим компьютерные томограммы данной пациентки, метастазово-лимфатические узлы с двух сторон, метастазы в печень в сентябре 2013 года. Далее в декабре 2013 года мы видим на данных компьютерных томограммах уменьшение лимфатических узлов в размерах и уменьшение метастазов в печень. Практически сразу можно сказать, да, у нее был зарегистрирован частичный ответ. Далее пациентка продолжила терапию, и если мы посмотрим на побочные эффекты, то у нее отмечалась сыпь первой степени, анемия второй степени, диарея первой степени, лихорадка и рецидивирующее повышение уровня креатинина второй степени, которое побудило нас редуцировать дозу препаратов. Далее с редукцией дозы на один уровень пациентка продолжила терапию с сентября 2014 года по июль 2015 года. Таким образом, мы видим, что у данной пациентки длительность частичного ответа составила практически два года, 22 месяца. При этом продолжительность жизни у данной конкретной пациентки от момента постановки четвертой стадии заболевания, М1С, составила 29 месяцев. Вот мы видим ее компьютерные томограммы, когда был зарегистрирован частичный ответ и когда выявилось прогрессирование заболевания. Пациентка была исключена из этого исследования, далее мы ей продолжали стандартную химиотерапию, попытки химиотерапии, но, к сожалению, пациентка в конечном итоге погибла от метастазов в головной мозг спустя 29 месяцев. Как уже показывала и говорила Светлана Анатольевна, мы знаем и понимаем, что большинство нежелательных явлений проявляются в первый месяц, максимум два, от начала терапии. Поэтому каждый доктор, который начинает таргетную терапию, я думаю, что это касается не только веморофениба и кобиметениба, но и других препаратов, должен в первые два месяца лечения пациентов более тщательно наблюдать. Не просто выдать лекарства и сказать «приходите через два месяца на контрольное обследование», а наблюдать за показателями анализов крови, потому что могут наблюдаться изменения функции печени, и наблюдать за кожными покровами. И приглашать пациентов на визит мы стараемся в первые два месяца терапии каждые две недели по возможности. Далее второй клинический пример. Пациентка молодая, 1980 года рождения, без сопутствующих заболеваний. У нее была в 2011 году удалена меланома конъюнктивы, и далее она наблюдалась у офтальмологов. Когда в октябре 2013 года было выявлено прогрессирование заболевания в виде метастазов в печени, опять же таки, мягкие ткани, боковой стенки таза справа, она обратилась к нам с данными проявлениями заболевания. Мы направили ее на первом степенном, направили ее на молекулярно-генетическое тестирование, и была выявлена мутация БРАФ В600Е. Опять же, как раз в тот момент у нас проходило данное исследование, и мы смогли предложить ее участие в этом исследовании. И она начала принимать также комбинированную терапию веморофенибом с кобиометенибом, в конце ноября, в начале декабря 2013 года. Мы видим, что вот ее компьютерные томограммы и метастазы в печень в декабре 2013 года и в феврале 2014 года, когда был зарегистрирован частичный ответ. И вот на сегодняшний день, здесь, к сожалению, ошибка, мая 2016 года, это ее последняя компьютерная томограмма, она до сих пор продолжает участие в исследовании, и частичный ответ, даже уже компьютерные наши томографисты, радиологи описывают, что здесь скорее уже некроз в данном образовании. Частичный ответ у нее сохраняется уже больше двух лет, и она находится в процессе терапии. Но, конечно, у нее выявился ряд некоторых побочных эффектов, такие как слабость первой степени, диарея первой степени, отслойка сетчатки первой степени, которая не потребовала коррекции дозы кобиметиниба. Это одно из новых осложнений, с которыми мы познакомились, используя ингибиторы МЕК. А также повышение уровня печеночных ферментов третьей степени только через два года терапии. В связи с такими вот показателями мы редуцировали ей дозу препаратов сначала на один уровень, и далее, к сожалению, у нее снова отметился повторный эпизод повышения печеночных ферментов. Препараты были редуцированы на два уровня. В настоящее время она получает терапию в 480 мг веморофениба два раза в сутки и 20 мг кобиметиниба. При этом чувствует себя удовлетворительно, показатели крови у нее в норме. Зачем я это все подробно рассказываю, демонстрирую? Когда пациенты лечатся долго, мы уже, наверное, меньше ждем каких-то побочных эффектов. И мы понимаем, что все побочные эффекты реализовались в первые два месяца терапии. Но даже спустя два года не стоит забывать о своих пациентах, и стоит регулярно все-таки контролировать показатели крови у тех пациентов, которые получают такую эффективную и, с одной стороны, а с другой стороны, дорогостоящую терапию. Таким образом, длительность частичного ответа у данной конкретной пациентки на сегодняшний день составляет 25 месяцев, и она продолжает получать комбинированную терапию в рамках данного исследования. И мы видим, что, конечно, увеличение общей выживаемости статистически значимо было лучше в группе пациентов с нормальным уровнем ЛДГ, где в группе комбинированной терапии веморофенибом-кобиметенибом медиана общей выживаемости еще не достигнута. И при этом медиана выживаемости в группе веморофениба составила практически два года. Обе эти пациентки имели нормальный уровень ЛДГ, но они имели при этом метастазы в головной мозг. Ой, господи, метастазы в печени, извиняюсь. Метастазы в печени. И мы видим, что это вот последние данные САСК 2016 года, которые были опубликованы. И отдельно выделена группа пациентов с метастазами в печень. При их наличии медиана общей выживаемости на сегодняшний день в группе комбинированной терапии составляет 18,5 месяцев. А у тех пациенток, у которых нет метастазов в печени, на сегодняшний день не достигнуто. Это говорит о том, что метастазы в печени отнесли дополнительным фактором неблагоприятного прогноза, но обе наши пациентки пережили срок в 18,5 месяцев, и одна из них продолжает получать комбинированную терапию. Поэтому, скорее, различные факторы, такие как уровень ЛДГ, на момент постановки диагноза и начала терапии диссеминированной меланомы, метастазы в печень, сумма наибольших диаметров или количество пораженных органов, они рассматриваются отдельно каждый, но и совместно, когда мы видим одного конкретного пациента. И должны решаться индивидуально в каждом конкретном случае. И что же мы имеем на сегодняшний день? Что нам необходимо для того, чтобы правильно выбрать терапию? Во-первых, конечно, когда к нам приходит пациент, мы должны собрать у него анамнез и выяснить, в принципе, какие у него есть сопутствующие заболевания. Оценить общее состояние, распространенность болезни, функцию других органов и систем, измерить уровень ЛДГ, определить статус мутации БИРАФ и обсудить с пациентом все-таки, к какому варианту терапии он больше склонен и какие у нас есть возможности. Если у пациента нет мутации БИРАФ, на сегодняшний день в Российской Федерации мы в качестве терапии первой линии можем предложить либо химиотерапию, либо участие в клинических исследованиях. В качестве второй линии терапии на сегодняшний день зарегистрирован и пилимумаб, и второй опцией использования, опять же, химиотерапии, которую мы с вами хорошо знаем. Если у пациента мутация БИРАФ все-таки выявлена, то в качестве терапии первой линии на сегодняшний день у нас есть как БИРАФ, так и МЕК-ингибиторы, их комбинация. Конечно, остается химиотерапия и участие пациентов в клинических исследованиях. В качестве второй и третьей линии терапии также мы можем использовать ингибиторы БИРАФ и МЕК, как рекомендовано у нас, так и прописано в рекомендациях НССН. Но все-таки, конечно, чем раньше и своевременнее начата терапия, тем большую пользу мы можем получить. О таких случаях мы поговорим на завтрашней дискуссии. И сегодня, завершая свое выступление, я бы хотела сказать, что все-таки использование современных лекарственных препаратов на сегодняшний день нам позволяет увеличить общую выживаемость пациентов с метастатической меланомой кожи, о чем мы несколько лет назад еще даже не могли мечтать, увеличить частоту объективных ответов и контроля за заболеванием, также перевести болезнь из такой острой горящей фазы в хроническую, а участие больных дает шанс на длительное и стойкое излечение. Благодарю за внимание. Спасибо большое, Кристина Вячеславовна. Но мы, кстати, еще имеем несколько минут. Я бы хотел стимулировать аудиторию на вопросы. Пожалуйста, Алексей Викторович. Кристина Вячеславовна, вы представили алгоритмы по разным линиям терапии, и в связи с этим хотелось бы задать вопрос. Мы знаем, конечно, что комбинированная терапия, вообще применение таргетной терапии, направленной на бравоматированную меланом, она имеет значительное преимущество перед химиотерапией. Но у нас пациенты лечатся долго, и за рубежом уже сейчас не рассматривается химиотерапия как опция. Но в наших реалиях мы должны понимать, когда и что, и в какой последовательности начинать. Поэтому, как с вашей точки зрения, есть ли какие-то преимущества или недостатки в назначении сначала химиотерапии, и потом таргетной терапии? Или нужно сразу начинать с таргетной терапии, поскольку раньше такой алгоритм как-то обсуждался, и сейчас уже информации нет? Спасибо большое за вопрос. Но, как я уже сказала, это очень интересная тема для отдельной дискуссии. И завтра в рамках симпозиума, который будет в 3 часа, мы рассмотрим несколько клинических примеров, когда мы начинали таргетную терапию буквально сразу при выявлении метастатической болезни, и клинический пример пациентки, которая начала таргетную терапию спустя 7 месяцев. И рассмотрим все недостатки и преимущества того или иного, тех или иных сроков начала терапии. Но, конечно, если есть возможность, потому что мы понимаем, что это лечение дорогостоящее, и если нет у пациента противопоказаний к проведению таргетной терапии, каких-то серьезных сопутствующих заболеваний, то чем раньше начато эффективное лечение, тем больше шанс, потому что мы всегда помним, что пациент с диссиминированной меланомой, он иногда имеет непредсказуемое течение, и второй линии терапии у него может не быть. Еще, пожалуйста, вопросы. Прошу вас. Я хотел бы поблагодарить докладчиков, очень были интересные лекции. Вопрос к Кристине Вячеславовне, может быть, Светлане Анатольевне. Скажите, пожалуйста, а ингибиторы МЕК имеют какое-то самостоятельное значение или они только дополнением к БРАФ ингибиторам используются? Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Ингибиторы МЕК на сегодняшний день были хорошо исследованы в рамках третьей фазы исследований в самостоятельном режиме, но не продемонстрировали той эффективности, поэтому использовать их в качестве монотерапии не рекомендуется. Только в качестве комбинации с ингибитором БРАФ. В разговоре с пациентами я называю эти два препарата БРАТОМ и СЕСТРОЙ. Объясняю тем самым, что БРАТО обязательно нужен, а СЕСТРА как дополнение. Но самостоятельно СЕСТРА ничего не сделает. Почему? А, СЕСТРА? Ну, можно пересмотреть. Хорошо, я пересмотрю этот пример. Младший брат, старшая сестра. Ну, неважно, суть понятна. Главное определиться, кто старший, а кто младший в этой паре. И тогда вот младшему мы не будем давать самостоятельности. Еще вопросы? Пожалуйста. Большое спасибо за доклад. А есть ли надежда найти биомаркеры, которые аналогично мутациям БРАФ позволили бы делать предпочтение в пользу выбора комбинированной терапии? Или она все-таки станет золотым стандартом, вытеснив монотерапию? Вот с точки зрения нашей промакоэкономики, было бы здорово, если бы появились такие биомаркеры. Но на сегодняшний день, если мы посмотрим и поговорим с нашими зарубежными коллегами, они в принципе уже не рассматривают вариант монотерапии ингибитором БРАФ. Мы имеем немножко другую жизнь, другие реалии, другие финансовые возможности. Поэтому мы всегда пытаемся найти идеального пациента для идеальной терапии. Не всегда это получается, но мы пытаемся это сделать. И вот те прогностические факторы, о которых говорила Светлана Анатольевна, на которых я пыталась немного остановиться, такие как уровень ЛДГ, в какой-то подгруппе пациентов комбинированная терапия работает лучше, в какой-то подгруппе пациентов она равна эффективно монотерапии, поэтому можно назначить лишь монотерапию, не прибегать к увеличению стоимости путем добавления второго препарата, если мы заведомо понимаем, что по его определенным прогностическим факторам он будет иметь равную эффективность при назначении одного или второго варианта. Кстати, по поводу фармакоэкономики у нас сегодня будет доклад, присутствует Рудакова Алла Силовна, профессор из Санкт-Петербурга, и фармакоэкономические основы будут как раз по поводу таргетной терапии при меланоме освещены. Я думаю, что мы послушаем, это будет очень интересно. Приходите. Кстати, Евгений Наумович пришел не зря снова, с изного, потому что есть что добавить. Вообще-то, как сказать, вполне разумная постановка вопроса, есть ли какой-то биомаркер, который позволит хотя бы экономически определить, где допустима монотерапия, а где не очень. Нет такого биомаркера, и все-таки если ссылаться на более опытную аудиторию, у меня была возможность напрямую задавать этот вопрос. А вот есть какие-то ситуации, когда монотерапия назначается? Все-таки в странах с достатком сейчас такого нет. Исходят из того, что ингибирование МЕК – это обязательный компонент эффективной биоравтерапии, потому что получается, что если взять время для прогрессирования, посмотрите, там же наименьший вообще показатель. То есть это тот случай, когда опухоль адаптируется, эволюционирует к терапии значительно быстрее, чем известные примеры в отношении рака легкого и известные примеры в отношении АЛК ингибиторов. Еще интересный момент. Назначение ингибиторов МЕК предупреждает, комбинированное, предупреждает появление вторых опухолей, снижает частоту. И если говорить о лечении первично-множественных раков, давайте ставить акценты. Вот если при первичном множественном раке одна из опухолей уже была, то в первой очереди именно эти больные должны получать комбинированную терапию. Это на самом деле убедительное добавление, очень важное, что это предохраняет качество, вернее, делает его совершенно другим. И в чистом виде берав ингибитор, скажем так, препарат с неустойчивой психикой. А с добавлением младшей сестры он становится тем, кем нужно. Правильно? Да, по крайней мере. Полный ответ на стороны казны. Это не так. Еще не было этого никогда. У нас много чего есть. Так, вопросы, пожалуйста. Это уже не знаю. Есть вопросы еще? Так, Кристина Вячеславовна, ну тогда что же, присаживайтесь. Подводим итог. Собственно говоря, мы рады тому обстоятельству, что медленно, но верно мы становимся сообществом, которое имеет какие-то возможности в лечении метастатической формы меланомы кожи. И, конечно, первое, что я хотел бы сказать, это то, что препарат Зилбараф был первенцем у нас в России. Сегодня он не один, но он был первенцем. Самый большой опыт накоплен был именно с ним. Сейчас появился второй препарат, и уже есть огромное количество наших знаний о том, что комбинация, безусловно, лучше. А самое главное, лучше по двум пунктам. Меньше токсичности и более длительные ответы. Мы сейчас выходим на очень интересные цифры, которых не было еще два года назад, потому что количество пациентов, получающих терапию по миру, все увеличивается. И с каждым годом мы видим новые-новые цифры, добавляющие процент успеха к тем, относительно скромным поначалу. А сегодня уже очень значимым цифрам. Потому что так, в принципе, если сказать коротко, то для диссеминированного пациента срок жизни ограничен одним годом. И химиотерапия дает, например, 20%, а вот такая комбинация дает 75%. То есть это совершенно разительные, впечатляющие результаты. А дальше есть снижение этих показателей, но не бесконечное снижение, а до более-менее приличных цифр. Почти 40% могут выжить на терапии в течение 36 месяцев плюс. То есть эффекты могут и будут продолжаться. И надо сказать, что в наших руках мы имеем две категории пациентов. Одна категория пациентов – это те, которые участвовали в наших клинических исследованиях, вернее, международных исследованиях. А вторая категория – это самостоятельные люди, которые решали, как им быть, когда им необходим был препарат. Мы посчитали таких пациентов, таких индивидуалов, скажем так. Их оказалось в наших руках около двух сотен. И надо знать, что есть даже дефицит препарата в аптеке. Да, даже такое есть. О чем это говорит? О том, что несмотря на все экономические сложности и трудности, люди понимают, что это может реально помогать. Да, да, Евгений Наумович. Даже тем, кто безответственно ездил на курорты на три-четыре дня, теперь он вынужден тратить деньги в другую сторону. Не имеет значения. Имеет значение другое, что есть средства, которые можно использовать эффективно. Это, конечно, безусловно, следует нам всем понимать и представлять. Светлана Анатольевна, что вы бы хотели добавить? Ну, я хотела бы добавить, конечно, что то, что мы уже говорим о лечении метастатической меланомы, это уже позитивно. Потому что буквально несколько лет назад, до 2011 года, об этом заболевании мы говорили бы как об инкурабельном, эффективность золотого стандарта химиотерапии, декарбазином, она на деле где-то 6%. То есть 6% пациентов реагировали на лечение, и мы были этому очень рады. И когда появились первые клинические исследования, еще препарат веморофенип назывался под кодовым названием, и когда мы увидели первые результаты, были просто ошеломлены, что появилось, наконец-то появился препарат, который будет помогать. Да, на сегодняшний день у нас трудности с тем, что мы не можем экономически обеспечить всех пациентов. Но, наверное, все-таки это не медицинская проблема, это проблема социальная. И если, я думаю, что обратятся к решению этой проблемы не только медицинские работники, но и те люди, от которых все-таки зависит финансирование, мы решим эту проблему, тем более, как уже сегодня звучало, что болеют достаточно часто молодые, молодые с наличием мутаций, которым этот препарат может помочь. И поэтому надежды возлагаются, конечно, очень большие. Спасибо.